Дай почитать. Роман имеет чрезвычайно интересную структуру. Он сформатирован в виде дерева. Главный лейтмотив – герой ищет пропавшего отца и постоянно пытается воссоздать образ храма Соломона. Есть и другие сюжетные линии, прежде всего путешествия по иудейской пустыне, Юте, Иерусалиме, по Неваде, а также размышления о Москве, о великом русском живописце Поленове, о музыке, о литературе. Главному герою не терпится увидеть храм Соломона. Вот он и мечется по степи в каплях дождя и следах на песке, мечтая отыскать своего отца. И он близок к разгадке. С помощью специального оборудования, особым образом направляя свет, ему удается над храмовой горой создать образ призрак храма Соломона, как на чертеже Исаака Ньютона. И это истинное чудо, парящее над городом. Главный герой романа, физик-теоретик Константин, вынужденный, как мы уже упомянули, отправиться в три больших путешествия – Невада, Памир и Иерусалим. Приобретает необходимые качества для того, чтобы восстановить устройство храма. Разумеется, поиск отца главным героем имеет более широкий метафорический смысл и оборачивается встречей с магистральной идеей, в которую ты веришь. И теперь уже по Ильичевскому совсем не важно, наука это или религия. Герою периодически приходится отвечать на прямой и бестактный вопрос. Вы верите в Бога? И неизбежно он отвечает. Я агностик, но признаю, что в мироздании есть явления непостижимые. Встреча с искомым отцом примирит не только родителя с сыном, но и лееку, и физику, без единства которых мир погибнет. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать! Субтитры создавал DimaTorzok